Во вторник власти Китая опубликовали «Белую книгу» с новой военной стратегией страны. Провозглашена активная оборона, а среди стратегических задач эффективная защита территорий, безопасность воздушного и водного пространства, борьба с терроризмом и преследование интересов страны за рубежом. Главное положение доктрины – мы не нападем на вас, если вы не тронете нас. «Белая книга» допускает Третью мировую войну. Китай готовится и к такому сюжету. По мнению Пекина, Третья мировая может разразиться по трем причинам. Стремление к мировой гегемонии одной страны, увеличение пропасти между богатыми и бедными государствами и борьба за природные ресурсы. Особое внимание флоту, который должен усилить защиту морских границ. За скупыми формулировками напряженная ситуация в Южно-Китайском море, а точнее спор с рядом стран за острова, которые Китай считает своей суверенной территорией. Буквально на прошлой неделе произошел инцидент между США и Китаем. Тогда американский самолет-разведчик устроил облет одного из китайских искусственных островов, где якобы ведется строительство военного объекта. Китайцы по-английски, уверенным женским голосом, восемь раз требовали от незваных гостей покинуть регион в избежание недоразумений. В ответ американские пилоты заявляли, что находятся в международном воздушном пространстве. Пока разошлись миром. Отдельная тема «Белой книги» о новой военной стратегии Китая – связи с Россией. Пекин планирует строить более тесные отношения с нашими вооруженными силами и считает важным развивать всестороннее сотрудничество с Москвой. Для оценки факта публикации «Белой книги» с новой военной стратегией Китая важно понимание контекста. Из Китая тема продолжит наш слаб-кор в Пекине Алиса Романова. Все начиналось с вялого обмена шпильками в дипломатических кабинетах. А теперь на глазах всего мира выливается войну, пока нервов и мускулов. И вот уже откровенный вызов. Противолодочный самолет ВМС США «Посейдон» не скрываясь изучает острова, которые Китай считает своими. На борту репортеры СНН, и это первые видеокадры китайской стройки на рифах. Вот возводится взлетно-посадочная полоса. Здесь строительная техника для заливки бетоном и утрамбовки. В радиоэфире звучит последнее китайское предупреждение. Восьмое по счету. Немедленно покинуть зону. Экипаж продолжает полет, отвечая, он в международном пространстве. А Китай настаивает, здесь он у себя дома. Стройка не нарушает экосистему, никому не мешает. У Пекина полное право даже создать опознавательную зону ПВО. Но пока он возводит только гражданские объекты для всех, кто в море. США пока рано волноваться о военном присутствии Китая в океане. Мы возводим инфраструктуру для спасения, поиска, метеонаблюдения, безопасности навигации. Этим будут пользоваться все страны. В среду Китай заложил на рифах два маяка. Корпус покроют традиционными рисунками. Мощные лучи на 45 километров будут освещать путь рыбакам и гражданским судам. Но в тот же день по дороге на азиатский саммит безопасности министр обороны США Эштон Картер потребовал свернуть все стройки и остановить милитаризацию. Якобы у США даже есть снимки артиллерийских установок на одном из островов. Вашингтон обещает усилить свое присутствие, чтобы гарантировать свободу навигации. Пекин советует держать свой флот и мнение при себе и отвечает газетными заголовками. Никто не должен диктовать нам, что делать. И США затеяли опасную игру. Вот вьетнамские и филиппинские военные на неделе погоняли мяч на нелегально занятом им острове Архипелага. А потом еще там же спели в караоке. Но штаты это почему-то не волнует. США молчали, когда некоторые страны оккупировали китайские острова. А теперь они безответственно критикуют законное и оправданное строительство в рамках наших суверенных прав. Это явный признак двойных стандартов. Острова Наньша или Спратли. Точнее, отмели рифы и скалы. Всего 5 километров необитаемой суши. Что тут чье, страны делят 70-х. Но Китай считает, спорить тут не о чем. Острова исконно его. Всю акваторию в 1948-м он на карте обвел 9-ю пунктирными линиями. Это значит, что, согласно конвенции ООН, 12 миль вокруг каждой скалы. Исключительная экономическая зона КНР. Но вопрос, откуда теперь отсчитывать. По данным США, Китай увеличил рифы и атоллы уже на 8 квадратных километров. В районе архипелага пересекаются интересы Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея. И дело не только в том, что здесь потенциально богатейшие залежи нефти. Здесь очень много рыбы. Прежде всего, это стратегически важный регион. На него приходится почти половина мирового торгового судоходства. 5 триллионов долларов в год. Здесь пересекаются ключевые пути из Европы и Ближнего Востока в Восточную Азию. И держать в сфере своего влияния эту территорию хотели бы многие державы АТР. Насколько серьезно Пекин собрался защищать свое в океане, понятно из этой белой книги. Минобороны презентуют военную доктрину на ближайшие два года. Флоту предписано защищать не только берег, но и продвигаться дальше в открытое море. Это будет активная оборонная стратегия. Китай не нападает первым, но молчать не будет, если подвергнется удару. Некоторые активнее проводят развить деятельность у островов, спекулируют на ситуации и преувеличивают накал, очерняя китайские вооруженные силы, искусственно раздувая напряженность в регионе. Мы не исключаем, что эту ситуацию в будущем некая страна может использовать в качестве оправдания своим действиям. Значит ли это, что если США зайдут далеко, то Китай ответит по-военному, подкрепив действия новой оборонной стратегии. Всю неделю это главный вопрос. На ежегодном саммите по безопасности в Азии в субботу риторика США чуть смягчилась. Министр обороны Картер признал, да, искусственные острова в море возводили и соседи Китая. Правда, размах был не тот. Теперь Вашингтон выражает надежду, что все разрешится миром. А замглавы генштаба китайской народно-освободительной армии провел переговоры с генералами из Вьетнама и Филиппин. Пекин всегда старался не выносить территориальные споры в Южно-Китайском море на мировое обозрение. Алиса Романова, Павел Костриков, Вести неделя, Китай.